Вы только посмотрите, какой туман. Только что выезжала с города, а абсолютно ничего не было. Резко затянулся какой-то оранжевый. Я не знаю, на камере можно увидеть или нет. Но я только что въехала в оранжевое облако. Наверное, Калима начинается. Море вообще не видно, смотрите, ребятки. Корабли вон дудят, дудять кораблики наши. Туман, туман, похож на банан. Доброе утро, все мои дорогие. С вами как ежики в тумане. Вообще еще не видно, абсолютно. Тут, но гляньте, а с утречка-то прохладненько. Но ничего, сейчас поднимется солнышко, мои хорошие. И как вроде бы ничего не бывало. Боже, даже домов не видно, правда? Такой сильный туман. А вот и солнышко встает. Смотрите, как быстро. Только что закончила работу, хотела ехать домой. А потом думаю, какого хрена? Пойду-ка я прогуляюсь. Я так устала, ребята, куда-то спешить. Так подумала, подумала. Вы знаете, думаю, сегодня вечером не работаю. Куда мне спешить? Я такой степени устала уже спешить. Иногда бывает, знаете, так хочется брать паузу в жизни. Немножко так, знаете, и остановиться, и делать то, что тебе хочется. Я не знаю, это может быть на меня осень так действует. Или погода действует, то такая переменная. То туман, то одно, то восьмое. Но бывает, вы знаете, прямо крылья слаживаются. Так хреново провели ночь, мама и я. Короче, у нас целый день. Вчера собака, не знаю, может что-то съела. Ну, одна из моих собачек. Что-то, видно, или скушала, или переела. Ну, они уже старенькие, вы знаете. Всю ночь проблевала. Уже переживания, я не знаю. Мама, конечно, на нервах тоже перенервничала. Потом получается, что и одну, и вторую, как говорится. Не то, что там откачивали, но просто плохо было. Да и я сама. Меня растелепало. Два часа ночи, думаю, ну куда уже. И вы знаете, вот такие вот мелочи, казалось бы, это не мелочи. Так думаешь, боже, ну не дай бог, вот так вот сейчас опять собака сдохнет, или что-то случится, идти к ветеринарке. И там опять растраты. Я, честно говоря, так запаривалась вот этими вот неожиданностями. Как говорится, оно мелочевка. Оно до такой степени выбивает с колеи. Это пипец. Делаешь какие-то планы, на что-то рассчитываешь. Я не знаю. Думала опять куда-то поехать. Ну, где-то недалеко. Потом раз, вот такое положение в стране. Думаю, блин, ну куда его, блин, сейчас переться. Ну, интересно, зайдите на мой канал, ребятки. Посмотрите на другой канал мой. Жизнь в Испании своими словами. Здесь я, честно говоря, даже обсуждать эту тему мне не очень хочется. Знаете, я такой степени мечтаю давно уже поехать в Галицию. Сил нет. Вот именно в поселок, где я раньше жила. Мы уже с подружками, как говорится, начали собираться. Думаю, соберемся, поедем. Блин, я тут вспоминаю, что у меня 14 числа, 14 ноября. У меня проверка, помните, да, на гальморит мой. Вот это вот на перегородку мою. Не знаю, что они там будут делать, но вроде бы будут делать так. Как раз начали договариваться, что где-то, ну, где-то в середине, к концу. И тоже так сама подумала. Думаю, блин, ну, не дай бог, вот так вот, знаете, скажут, давай оперировать или мало ли чего. Куда ехать? То есть надо ехать хотя бы на один день куда-нибудь такое коротенькое. Потом тоже, вы знаете, замечаю, что, конечно же, я целыми днями на работе. Извините, что трусится камера, но я иду, как всегда, на свое место. Тоже замечаю, что мама моя тоже скучает. Я целыми днями на работе. Я потом прихожу, конечно, занимаюсь моим хобби, моим каналом. Конечно, хочется отдохнуть за целый день. Ну, примерно вы вчера видели, да, что за день у меня был лошадиный, галопан везде. Приходишь домой, честно говоря, вы знаете, пока смонтируешь видео, потому что вот мне именно нравится, очень нравится заниматься тем, чем я хочу. Сейчас еще начала вести второй канал, то же самое. Понимаешь, да, что надо как-то больше внимания уделять маме. Тоже думаю, ну, поедем куда-то мы с ней вместе. Вы знаете, она говорит, что мне уже тяжело куда-то в автобусах там труситься. Дорожка какая-нибудь должна быть коротенькой. В принципе, я-то на выходные беру ее с собой, но все равно это не то, понимаете. Не хватает абсолютно времени, девочки. Знаете, я даже подумала сама вот так вот. Именно по вечерам не работать. Ребят, это для меня бы была такая вот именно награда, чтобы не работать по вечерам. И именно заниматься чем ты хочешь. А каким образом? Вчера, блин, случайно зашла в банк, думаю, ну, узнаю, пойду там по своим делам, короче, как всегда в банке. Захожу, смотрю так на приложение, нечаянно, знаешь. А там, получается, уже подняли тоже за делать трансференции. Ну, если переводишь деньги, да, на другой счет. Там, допустим, какие-то платежки. Я, допустим, ипотеку мою плачу с одного счета на другой перекидываю. Подняли уже, подняли. Раньше можно было, допустим, бесплатно перевести деньги, да, с одного на другое. Ну, там они пару дней задерживаются, эта трансференция, перевод денег. Тут, смотрю, уже, блин, начинается. Уже этой функции вообще нет. То есть, 3,53, потом 4, если хочешь сразу на деньги перевести. Я, прикиньте, я, допустим, сразу не начисляю все на банк, да, а просто элементарно, когда мне удобно, беру, делаю эти трансференции. Что мне нравится управлять деньгами моими самой. Пример, вот ты знаешь, на этой неделе надо одно заплатить, завтра нужно другое заплатить. А ты положишь деньги на счет, у меня нет таких миллионов, понимаете, как многие говорят. Ой, да возьми деньги, положи туда и будет оттуда все вычислять. Охренушки. Они вычисляют все, когда им захочется. Работа была я по 3 тысячи евро, то, может быть, я бы свободно ложила бы это все и там все отдыхала. А таким образом, девочки, надо выкручиваться. И слава богу, что получается. В эти магазины, блин, заходишь, это просто волосы дыбом становятся, я вам честно говорю. Заходишь за одним, вроде бы день промантулил, бля, приходишь, так раз, у тебя в кошельке, бля, опять пусто. Ну, это ж трэш какой-то. Конечно, это понятно, потому что подняли ипотеку, и сейчас это ипотека, как хочешь или нет, это сотку. А ее очень, очень даже заметно. На ипотеку, подождите, а на жрачку сколько всего уходит. Ну, короче, вы знаете, я вижу, что я в конце, допустим, в конце месяца, это уже впритык, впритык, впритык все идет. Присядем, а то, блин, уже запенилась вся. Вы знаете, честно говоря, вот хочется такой степени куда-нибудь путешествовать, что-нибудь делать. А так подумаешь, нужно воспользоваться случаем. Пока у меня мама все нормально, пока она здоровенькая у меня. Пока ребенок, как говорится, там живет сама по себе, как говорится. Пора, как говорится, заняться самой собой. Не пора, а именно время такое адекватное, да, что вроде бы нужно заняться самой собой. А оно не получается. Ну, вообще, блин, никак. Знаете, не только у меня. Вот я у кого поспрашиваю из своих знакомых, ну, у людей, у которых есть постоянно свои растраты месячные, вы знаете. И все говорят то же самое. Говорят, блядь, так все достало, это кошмар. Людям покупали, допустим, там, к примеру, какие-то там вкусняшки, там, я не знаю, какую-то чересчур фирменную одежду. То сейчас уже, вы знаете, даже вот именно богатые люди, говорят, тоже уже бьют по кошельку ужасно. И раньше вообще, когда, допустим, с моей зарплатой, да, я вот раньше еще и смогла какие-то денежки там потихоньку отлаживать, какие-то там дырочки свои долги там отдавать. Сейчас это вообще, это кошмар, ребята. Раньше это была достойная зарплата, а сейчас это уже, как говорится, ну, лишь бы так растыкать. А за бензин так я вообще молчу, подняли опять цены. То раньше у нас там было 1,38, то сейчас уже 1,56, где-то так. А я же постоянно туда-сюда мотаюсь, это все же растраты. В тот раз зарядила, закинула 10 евро, взяла себе, ну, так, на недельку, чтобы поездить. У меня DSL. Короче, смотрю, блин, даже на счетчике даже не показала, типа, мол, что-то там закинуло мне, как говорится, слезки. Я говорю, там на какие-то дальние дистанции ехать куда-то в путешествие на машине, это вообще кошмар. Сейчас вот люди едут больше всего на автобусах и на самолетах. Дешевле получается, чем на машине съездить, ну, прикиньте, да? Мы недавно вот с подругой думали в Галицию ехать, так представьте, посчитали, что нам на самолете у нас дешевле выходит, чем ехать на машине. Потому что там еще надо еще автовию платить, ну, когда пьяхи, когда проезжаешь, да, платные эти самые, платные дороги. Я думаю, нахрен оно надо, лучше на самолете лететь, представьте. А за Новый год так я вообще молчу, это же хочется что-то вкусненькое поесть, хочется какой-то стол накрыть. Я не знаю, вот смотрю на людей, допустим, там по 12 блюд делают, сейчас уже хренушки, кто там по 12 делает. Я в том году тоже говорила, что не буду делать, там сколько у меня, 8 получилось. Там матью так, лишь бы что-то вкусное было. Но оно же хочется, правильно? И то, что поднимут цены, это понятно, на все деликатесы, это получается, что же заранее скупляться надо, или как, я не знаю. И слава богу, что мы именно дома на 25-е мы не празднуем. Ну, раньше праздновали, когда я с испанцем жила, пока сейчас нет. Сейчас пока мы так посидели скромненько, и до свидания. Для меня, не знаю, для меня 31-е такой самый классный праздник, который хочется, говорится, на всю катушку отдохнуть. Уже отдыхаешь, девочки, по пол катушечки. Знаешь, каждый раз все время себя успокаиваешь, думаешь, ну самое главное у тебя есть самое необходимое. В принципе, оно-то так. Но это именно когда проходит, вы знаете, хочется как-то побаловать себя немножко, немножко больше. Потому что думаешь, ну я же заслужила, я заработала, ну уже пора бы, а где оно? Тогда просто выбивайся из сил, вот честно говорю, просто сил бывает, никакого настроения вообще ни к чему нет. Это просыпаться каждый день и думать о одном и том же, знаете. Знаете, время так начало быстро лететь, ты себе представить не можешь. И вроде бы вчера был понедельник, и сегодня смотришь, завтра уже пятница. Но такой-то ужас. И сама так себе думаю, думаю, блин, ну надо все равно пока тянуть, пока работать, пока, как говорится, работается. Потому что потом еще на отдыхаемся. А честно говоря, вот уже чувствую усталость. Чувствую, что вот по вечерам уже тяжелее вставать. Очень тяжело. Рабочие деньги там по 7-8 часов уже чувствуются, вы знаете, да, вот прикиньте, так помантулить. Целый день так вот бегать. И по дому хочется что-то поделать, бывает, знаете, такой вот есть энтузиазм. Вот начала красить эту стенку, как говорится. Так и не доделала, так лестница и стоит. Потому что приходишь, сил вообще никаких нет. Лестница так и стоит, краска так и стоит, там не остался кусочек докрасить. Думаю, так на выходные докрашу. А ну ж хочется на рыбалочку пойти, что-то поделать. А дома так я вообще не говорю. Я уже не помню последний раз, когда я там толком, можно сказать, убиралась. Спасибо маме. Если б не мама, то я вообще не знаю, что б там было. Каждый месяц плачу за Нетфликс, да, у кого девчонки, мальчишки, есть Нетфликс. И представьте, да, я этот Нетфлик, наверное, смотрю, наверное, ну в месяц, ну может два раза. Вчера втыкнула вечером, ну думаю, пойду посмотрю вечерочком фильм. Перед тем, как идти спать. Я вам клянусь, знаете, я себя поймала на такой идее, что я тупо смотрю фильм, не знаю о чем. Вроде бы темку подобрала, так сижу, интересно вроде бы поначалу. Такая сижу, а знаете, в мозгах вот так вот сама свое продолжаю думать. И еще самое главное же мне рассказала, что у меня дочка ковидом заболела. Ну короче, вся семья у нее всех перекачала полностью. Так что я ее, можно сказать, неделю еще и не видела. Но вроде бы говорит, что все нормально. Опять говорят, что начинается ковид. Ребята, я знаю, кто верит и не верит в это все дело, но опять в Испании, у кого не поспрашивают, то там заболели, то там заболели. Ну опять волна идет. Сами так перепугались, малюха, потому что начала покашливать малюха. Думаю, нет, а лучше беречься, как говорится. Ехала сюда в горы на работу. Кстати, странно, я сейчас вам поставлю заставку, посмотрите, кто в Альмерии живет. Прекрасно знаете, когда приезжаю в въезде в Альмерию, там получается иногда ставят патрули, проверки. Ну у меня, короче, хозяйка здесь живет в горах. И она говорит, я ей показала видео, она говорит, слушай, это очень даже долгая проверка была. Она говорит, мы тоже ехали, нас останавливали почти каждую машину, проверка была. Бывает, они ищут специальную машину, да, вот подозреваемого. А это почти в каждую машину заглядывали. Я рассказываю людям, люди не верят. Она говорит, я здесь живу, говорит, у нее уже 40 лет. И я, говорит, очень редко видела такие проверки. Что говорится, сейчас будет, конечно, везде шманать, особенно границы. Хочешь или не хочешь, а все равно как-то в душе немножко становится стремно. Вот то, что творится у нас на данный момент в мире, вы знаете. Ты работаешь, калуешь, мантулишь, блин. И тут на тебе начинаются вот такие вот действия, или хрен его знает, что оно может начаться в любой момент. И так во всех странах. Смотришь по телевизору, они, сука, сидят там, блядь, решают какие-то тупые проблемы, вот вообще левые какие-то. Такое ощущение, что для людей им вообще безразлично. Все вместе слаживается, и сидишь и думаешь, блин, вот надо, честно говоря, радоваться каждому дню. Блин, завтра не знаешь, что будет, хотела сказать маняна. Завтра не знаешь, что будет вообще. Смотришь на эти вот пейзажи мирные, да, вот кораблики ходят, круизы разные, путешествия, самолетики летают. Все так классно, все так красиво, все так реально. Блин, а в любой момент это все может измениться, ребята, как бы это печально не было. Я сегодня специально привела вас, гляньте, какая красотень сегодня, не ветерочка, ничего. Чтобы просто как-то поболтать с вами и успокоиться немного. Блин, живем и правда, как, вроде, под этим обрывом, блин. Гляньте, какая водичка красивая, правда? Ой, чуть не прыгнула. Ай, заряжаемся позитивчиком. Заряжаемся силами. Надеемся на лучшее, ребятки. Или может просто привыкать к этому постепенно. Ребятки, будем жить. Я желаю вам отличного дня. Конечно же не унывать. Потому что, как говорится, жаловаться и плакать мы можем одним глазом на данный момент. Правильно? У людей сейчас намного хуже, чем у нас. Красиво отсюда смотрится, правда? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!